друзья здравствуйте спасибо что зашли ко мне в гости и так сегодня снова руки в кадре что хочу сказать мой канал о рукоделии на ю тубе канал называется алла вяжет она дзы не канал называется алла жураковская вы знаете что хочу сказать вообще хочу о чем сегодня поговорить видео мои выходят редко потому что кто понимает кто знает времени совсем мало мои ролики это такое знаете небольшое хобби которое я иногда могу поделиться с вами чем-то что меня интересует и что хочу сказать конечно роликов у меня мало потому что много забот много внуков много забот много проблем как как у любой бабушки которая проживает вместе со своими внуками там вы знаете вопросы стали поступать и довольно таки странные кому-то не нравится что что мы рукодельницы стали показывать у себя на канале на своих каналах да что мы стали показывать например там прогулки или как мы готовим ну вы знаете нас об этом спрашивают и просят наши друзья поэтому мы показываем ничего такого нечто предосудительного нету в том что творческий человек может показать как он любуется природой как он делает заготовки как просто он гуляет или просто что-то что-то ему понравилось он показывает интересное поэтому я думаю что ну я лично считаю что если мне интересен человек и его видео да то я смотрю его видео любые если мне человек не интересен то я его не смотрю вообще не важно я хочу рассказать вам я думаю что я хочу рассказать вам я говорю опять же из за того что времени мало да Да, сегодня уже, так будем говорить по просьбе своих друзей, нужно снять видео, потому что, ну, есть некоторые такие обязательства все-таки, да, перед своими зрителями, поэтому нужно снять видео. На дворе глубокая ночь, я буду говорить тихо, потому что все спят, ну, кот не спит, и, если вы слышите, собачка бегает, поэтому иногда буду отключаться, чтобы пойти посмотреть, что им там нужно. Внуки спят, девчонки спят. Я вот решила сегодня записать это видео и просто поговорить со своими друзьями, поговорить, рассказать о наболевшем, так будем говорить. Ну, что, давайте приступим. Итак, сегодня у нас 1 сентября. Самое главное, что хочу сказать, что на площадке Дзен у меня есть мой канал, который называется Алла Жураковская. Там, на Дзене, у нас проходит совместный проект с девочками, поэтому, если вам это интересно, совместный проект о рукоделии. Если вам интересно, то переходите туда, я там все расскажу. На ютубе мы решили, что об этом совместном проекте, но говорить не будем, потому что проект, повторюсь, проходит на площадке Дзен. Итак, это главное, я сказала, поэтому, кому интересно, проходите на Дзен, и там, ну, вы сможете увидеть по совместному проекту. Следующее. Я участвую в совместном проекте Сумка моей мечты. Не помню сейчас, сколько я уже связала. Небольшие работы такие. Ну, на осень у меня есть план. Вот, и я хочу его осуществить. Я хочу осенью связать еще сумочку. Вот, поэтому, пока я подбираю пряжу, пока я присматриваю ручки для этой сумочки. Ну, сумочка будет. Совместный проект Сумка моей мечты организовала и Натищенко. Тоже можно посмотреть. И у нее на канале, и у других девочек. Так, это второе. Третье. Что я хотела сказать? Ой, девочки и мальчики, кто меня смотрит, чем я занимаюсь в те минуты, когда у меня есть минуты для творчества. Задачей не занимаюсь. Вот, хочу сразу показать и уберу. Вот так вот, наверное, видно, если вы видите, я вязала внуку вот такую вот... Ну, не знаю, свиторог, как на него сказать. В общем, связала эту вещь и немного он походил, потому что связано было весной. Вот сейчас, как бы, ну, все лето. Одну минутку. Надо выключиться, коту открыть. Итак, друзья, я хочу продолжить. Весной я связала для внука, ну, вот такой, такой свиторог, да. Немного он ходил. Лето все. Мы были в Костроме, мы с собой не брали эту кофту. Сейчас мы приехали обратно в Калининград. И достаю эту кофту. Одели мы ее вчера. Я понимаю, что капюшон нужно отсюда убирать. Убирать почему? Потому что я никогда не вязала платочной вязкой капюшон. Как вы знаете, платочная вязка, она много забирает пряжи. И она двойная, да, толстая получается вещь. Не знаю, почему я, посмотрев этот мастер-класс, ну, я купила сначала этот мастер-класс, потом я вязала. Почему я, ну, все-таки связала, вот как у мастерицы была заявлена, платочная вязка. В общем, тяжелый капюшон. Нитка двойная, да. Вязка эта не подходит. А либо я распущу и свяжу просто вот, чтобы была лицевая гладь, потому что такая вязка намного тоньше, чем вот платочка. Вот. Или либо я перевяжу таким узором, либо я вообще не буду вязать. Вот. Потому что Саша сказал, что неудобно. С капюшоном он, во-первых, он тяжелый, во-вторых, скажу, что... Ну, в общем, не понравилось, буду распускать. Это вот, что о планах на ближайшие, ну, будем говорить, три дня. Вот такие вот будут планы, что надо решать, что делать с капюшоном. Дальше расскажу вам. Было у меня... Не видно, да? Руки не видно. Надо вот так вот. Сейчас, минутку. Так, друзья. Карачаевская пряжа. Ну, куда без нее. Было два красных моточка, два черных. Вот это все, что осталось, связала я прихватки. Прихватки простые, но они в две нити, то есть они толстенькие. Мне такие нужны были для большого там казана, для больших кастрюлей. Вот. Вот просто показываю вам, что из двух моточков корчаевской пряжи можно связать три большие прихватки. Ну, если... Если вам это интересно. Ну, могу по себе сказать, что прихватки я вижу очень часто. Я и на подарки вижу девочкам, даю я ей... Ой, и себе вижу. Вот видите, что такое. Что такое? Два часа ночи спать-то хочется. Поэтому вот, девочки, из двух моточков красного, из двух моточков черного цвета, получаются вот такие вот три прихватки, которые нужны. вот, ну, остаток оставлю. У меня еще есть такая пряжа, может быть, может быть, еще надо будет что-то связать. Так, дальше. Дальше что вам хочу показать? Хочу показать... Опять я вяжу, не опять, а снова. Снова вяжу жилетку для школьницы. Почему вяжу? Потому что Аня выросла за лето. Вот те жилеточки, которые были связаны в начале этого года, в прошлом году. Они малы. Поэтому я вяжу вот такую вот простую-простую. Спинка, лицевая гладь, внизу резиночка. А впереди немножко вот такой, вы знаете, сама. Сижу, оно придумывается само по себе. Вот я и вяжу. Так, это безрукавка для школьницы. Две ниточки. Ну, это газал. Все газал. Это я из такой вязала предыдущую жилеточку. Ну, и вот. Продолжаю вязать из этой пряжи. Ой. Сейчас посмотрим, сколько. Ого. Поднимается, да. Ну, тоже поднимается. Так, друзья. Хочу продолжить. Так, особо. А, да. Я вяжу, но здесь показывать не буду. Определенные условия, поэтому проходите на Дзен. Я сейчас сниму еще видео для платформы Дзен и вам покажу. Так, что я хочу, друзья мои, вам рассказать. Вот эти спицы просто замечательные. Саша мне кричит, иди спи, бабушка. Сейчас, Сашуляй. Приду, конечно. Приду. для внука я тоже вязала этими спицами. Вот эти спицы мне нравятся. Полненькие такие, знаете, приятные. Такие вот невесомые. Вот вяжешь, прям вот. Очень тонкие носочки я вязала. Просто красота. Нету больше чулочных. А, есть, что я говорю. есть. Сейчас. Ой, ой, сейчас я их. Сейчас, Сашу, я прийду сейчас. Вот же у меня. Это будет для тех носочков, которые потолще. Пряжа, вот. Вот, вообще, пряжа, то получается, вижу вот на таких. Не буду дальше доставать. Тяжело доставать. Я их сначала с трудом сюда вставляю, а потом достаю с трудом. Мне очень нравятся. Еще у меня вот такие вот. Это уж совсем толстые носочки. Такие, полуносочки я вяжу. Следочки больше. Вот они тут все остальные. Все доставать не будут. вот так. Что-то хотела еще вам показать. Ладно, такой раз. для тунисского вязания крючки. Это Ирочка Брандт. Мне такие подарки сделала шикарные, что я прямо радуюсь, радуюсь вот этим богатствам, потому что она мне еще вот такие подарила. Потому что, друзья, мои тунисское вязание, оно тоже интересное. я раньше не вязала, тунисским крючком вяжу больше года. Мне очень нравится. Сейчас осенью я буду снова вязать, потому что мне нравится тунисский крючок, поэтому буду вязать. Это я достала для следующего видео. Кто меня спрашивал про пеналы. Магазины для творчества Леонардо. Там эти пеналы, но это не пеналы, это органайзер, а эти органайзеры там стоят полторы тысячи. Может быть подорожали, но мне дочка покупала за полторы. Вот. Что хочу сказать, друзья, мои вот уже начался сентябрь. Сейчас уже второе сентября, да. ночь с первого на второе. Хочу вам сказать, что, конечно, сейчас после заготовок, после того, как мы сделаем заготовки, ну, как и все, как и все женщины, мы думаем о том, что зимой тоже надо будет, да, что-то кушать, поэтому мы делаем заготовки. заготовки, а потом, это еще сентябрь будет, а уже октябрь-ноябрь мы будем спокойно вязать, будет больше свободного времени. Вот я так мечтаю, что будет у меня время. У нас по Ленинграде идет дождь, сегодня, правда, во время линейки вышло солнышко, порадовала нас погода, а так ливень был, сильный ливень был до девяти утра, даже больше, наверное, полдесятого был ливень, вот, потом солнышко, и вот вечером пошел дождик, вот, стало свежим, надо заканчивать болтать и ложиться отдыхать, потому что еще пару часов, уже будет утро, надо будет вставать. Что хочу сказать, девочки и мальчики, а мне еще задали вопрос, зачем снимать видео и какие деньги мы за это получаем. Ну, мне, конечно, улыбнуло эти вопросы, знаете, могу сказать, что денег мы не получаем никаких, по той причине, что деньги получают те блогеры, которые, у которых много просмотров, да, больше подписчиков, больше просмотров. у меня очень мало друзей, которые меня смотрят, поэтому просмотров у меня мало, поэтому какие могут быть деньги, конечно, никаких, даже смешно, это любая вязальщица вам скажет, что деньги получают те вязальщицы, которые давно снимают ролики, которые выпускают там мастер-классы, у них там просмотров в море, те девочки получают определенную заработную плату, опять же, это все за просмотры, но вот как я слышала, даже девочки, которые получали от ютуба какую-то денежку, вот полгода, нет, больше уже в феврале месяц, они не получают ничего, им Америка отказала, особенно девочкам, которые живут в России, им отказано, поэтому какая зарплата, конечно, никакой, на платформе Дзен тоже надо определенное количество подписчиков, определенные просмотры, но вы знаете, ну лично мне это не нужно, потому что я хотела общаться с хорошими людьми, я с ними общаюсь, поэтому для меня достаточно то, что я могу пообщаться с девочками, мы можем с кем я хотела, с теми девочками я подружилась, мы можем посоветоваться друг с другом, спросить что-то, что-то как-то, вот, когда я распродаю пряжу, то покупают девочки мои подружки вязальные, вязалочки, они понимают, что если уже дело дошло до того, что я выставляю пряжу на продажу, то значит, ну, значит, что-то случилось, значит, а мне нужны деньги, поэтому я распродаю пряжу, спасибо девочкам, то, что они меня получают, потому что без их помощи, не знаю там как, что и было бы дальше, ну, друзья, кота надо выпустить, на балкон он уже орет, поэтому я буду на сегодня прощаться с вами, спасибо вам огромное, что смотрите, кому интересно про совместный проект, проходите пожалуйста на платформу Дзен, канал там мой называется Алла Жураковская, почему-то Алла вяжет не пропустили, это название, когда я регистрировалась, поэтому по фамилии и имени, пожалуйста, буду ждать вас там, есть желание, подписывайтесь, смотрите, пишите комментарии, конечно, очень приятно, когда есть обратная связь, и вы пишите, спасибо вам огромное, спасибо тем, кто переживает, кто сочувствует, кто понимает, вам огромное спасибо, девчонки, мальчишки, самое главное, спасибо вам за дружбу, потому что без вас совсем было бы плохо, это правда, еще раз хочу сегодня поздравить всех с началом учебного года, особенно поздравить тех, у кого дома школьники, пожелать вам терпения, здоровья, сил, все будет хорошо, детки у нас умнички, мы их поддержим, вот, они нас порадуют своими знаниями, своими оценками, поэтому еще раз всем мира, здоровья, терпения, держитесь, дорогие мои, все будет хорошо, до свидания.